Хотел бы поприветствовать всех наших участников. Хочу сказать, что как все генералы готовятся к прошедшей войне, так и мы, оценивая ушедший 2020 год, пытаемся найти какие-то причины своих возможных неправильных действий или неудач. По нашему хозяйству я хотел бы отметить, что есть разная история полей. С разной судьбой. И в этом году, в зависимости от предшественников, от большой сортовой мозаики, а у нас основной ассортимент сортов это только лишь Краснодарская селекция, Национальный центр «Раззерна». Хочу сказать, что исходя из этих всех моментов, я хотел бы и построить свой рассказ. Значит, по природно-климатическим условиям у нас получилась весна такая же, как и везде сухая, без дождей, с большими заморозками, минусами до минус 12, минус 13. На одном поле, значит, я как бы рискнул, там получилось, прогноз погоды висел, там плюс 3, и обработка гербицидом заканчивали, думаю, да, отработаем, там стоял там опрыскиватель, снизил урожайность пополам, то есть как бы до заморозка и после заморозка, разница 20 центеров. То есть обработали, можно сказать, мороз, растение получило большой стресс, но это независимости, значит, от сорта и предшественника, просто как бы вот такой негативный опыт у нас получился. Опять-таки, потому что, ну, посмотрели там на сайте, вроде как мороза не будет, но ничего страшного, а было минус 12. Значит, по предшественникам я хочу сказать, что очень огромную роль играет запас воды, по горохам у нас был посеян сорт Гром, немножко там прихватило концы растения, он особо не подмерз, и урожай составил более 72-73 центеров. Значит, по рапсу воды было поменьше, все-таки рапс более мощное растение, урожайность не превышала 66 центеров, даже там сорта были посеяны и Гром тот же самый, и Алексеевич, хотя Алексеевич дважды подмерз, первый раз, как бы сказал бы так, процентов на 20-25, второй раз приморозок был сильный, и он, поле буквально пожелтело. Скороспелые сорта, вне зависимости от предшественника, вот такие сорта, как сорт Таня, Безостая 100, были очень сильно прихвачены, и можно сказать, что Таня вымерзла у нас дважды, потом дала Тау, этот сорт очень адаптивный, и дала урожайность на уровне 53-54 центеров, уступив, конечно, более зимостойким и более поздним сортам. Значит, из новинок, у нас там была линейка номерных сортов, Скороспелые пострадали очень сильно, слабо зимостойкие были тоже, как бы, очень сильно повреждены. Среднепоздние сорта зимовая пшеница, такие, допустим, как Тимирязевка, Гомер, они страшно, эти возвратные заморозки пересидели, значит, в другой фазе практически, еще не стартуя, и повреждение колоса на них не замечалось. На среднеспелых сортах, даже очень зимостойких таких, допустим, то же самое, как Кавалерка, Сабербаш, были поражения колоса, то есть растения колос целиком полностью не сбросили, так как на Алексея и Чинатане, но была где-то процентов на 30-35, где-то 25. Поражена верхняя часть колоса, верхушка, то есть она была пустая, отмерзла, зерна она не сформировала, главные стебли все эти сорта сохранили, значит, но урожай очень сильно снизили, как бы, только из-за того, что идешь по полю, видно верхние, значит, верхушки колосцев, даже на этих зимостойких сортах, они все были поражены и были пустые. Значит, на более слабых и скороспелых сортах были целиком полностью уничтожены все побеги, оттава пошла, но был колос заложен намного меньшего, как бы, порядка озерненности, растения были ослаблены и урожай был очень сильно снижен. Хотел бы сказать, что вот даже в холдинге у нас рядом нелико находится, ну, в перемешку с нашими полями, это холдинг Уралдон, там ребята занимаются очень плотно, серьезно, ну, и содержатся, значит, и паровые поля, удобренные, там по высшему разряду все сделано. На этих полях была мощнейшая пшеница, супер, я бы сказал, там глаза не отведешь, так вот она вымерзла вся. И там была большая такая вот зеленая гниющая вот эта воняющая масса, так как там были уже там, наверное, местами где второй узел был в эти, значит, заморозки. Была очень мощная пшеница, она вымерзла буквально вся, но, тем не менее, вот влагобеспеченность этих полей паровых позволила, значит, этому хозяйству получить на паровых полях где 60, где 70, а где и выше урожайность. Как бы так, даже вот целиком полностью при, я бы сказал, наверное, 80% поражении растений. То есть вода, это наше все, да, правильно тут спикеры до меня выступали, весь расчет ведется по влагобеспеченности. И вот Петру Григорьевичу повезло, что купив новую сейлку, у него пошли дожди, он получил вовремя всходы. Я как бы так, я рад бы тоже такую купил бы сейлку, согласен, если пойдут дожди. Чтобы дожди пошли. Да, чтобы пошли дожди, получить ранные всходы. Нам это не помогло, как мы там сейлку не заглядывали, не крутили, всходы мы получили только, конечно, на Новый год, когда пошли у нас вот эти дожди. Ну, надеемся, что таких возвратных заморозков не будет. Все-таки наша среднегодовая сумма 450 до 500 миллиметров к нам вернется, так бы сказать, в нашу зону, я бы не сказал рискованного, а очень рискованного земледелия, наверное. И хотел бы застрелить внимание на обеспеченности фосфором и все-таки на проценте гумуса. Мы порядка 14 лет не пахали, но потом вернулись к плугу и начали проводить, значит, оборот пласта. Реально просто там появились экономические моменты по засилию, значит, злаковыми сорняками, спасибо хозяйственной пшенице, и стали нечасто, раз в 3-4 года проводить оборот пласта с внесением сложных удобрений, заделкой. И мы занялись новой культурой рапс, буквально 2 года мы ее сели, в этом году мы тоже посеяли, но, слава Богу, сходов нет. Поэтому будет другая культура там расти. В прошлом году нам с большим трудом удалось вытянуть, значит, в осень. Рапс перерастал, была теплая осень, прошли августовские небольшие дождики, мы посеяли, вовремя успели. Было нашествие мышей, не знаю, там, под тонну этого изоцина мы купили, расходовали, там, не знаю, сколько тонн приманки. Закончили с тем, что людей уже невозможно было нанимать, мы сыпали приманку по рапсу румом, запускали мазон навесной, поставили норму, 40 килограмм кукурузы на гектар и сыпали, потому что невозможно было, было сплошное, значит, заселение мышевидными грузинами. Но хотел бы отметить, урожайность рапса была разная, и, как и на пшенице, но рапс вообще, вот на мой взгляд, он является каким-то индикатором почвенного плодородия, не только наличие влаги, потому что влаги было примерно везде одинаково, а вот именно наличие почвенного плодородия и фосфора, в частности, потому что проходы на вновь добавленных, как бы, дорезанных к нашим полям участках были видны каждый проход разбрасывателя, то есть где-то под себя, где тарелки, он пылит чуть больше, и вот эта вот зона пыли, там, 3,5-4 метра, она показывала каждый проход разбрасывателя, и рапс вот на этих участках, где было чуть больше внесенного фосфора, и на тех участках, которые давно находятся в видении нашего хозяйства, там, значит, высокий почвенный бонидет, там растения рапса от возвратных заморозков не вымерзли, они сохранились, они выжили, и они давали прекрасный урожай. Там же, где земля, почва была слабенькая, где мы только начали давать повышенную дозу удобрений, рапс весь пропал. И потом от корневой шейки, почками, он там отмерзший, он пытался отрасти, он дал такую, как вот, не знаю, там, букет цветов без центрального стебля, такие были растения, очень снизился урожай, было малое количество, значит, стручков, были растения намного ниже, так как центральный стебель целиком полностью отсутствовал, и урожай получился в два раза меньше, ну, где-то там 22-23 центера получился рапс. При соблюдении всей остальной технологической цепочки, как бы, сделано было все правильно. На других полях, где, значит, при том же наличии влаги, тех же самых осадков, но уровень плодородия был совсем другой, урожайность превышала и 40 центеров. Поэтому, как бы, вот, по прошлому году, получив на круг, немножко за 40 центеров рапса в круг, я наглядно видел, что, как бы, вот, именно плодородие почвы играет огромную роль и в перезимовке зимой пшеницы, и, значит, в чувствительности к возвратным заморозкам. И на растении рапса, как бы, это была вообще очень наглядная картинка, потому что там, где проходил рум, центральный стебель рапса был лопнувший, его развернуло вот так, но растение было живое. Там, где было недостаточно, значит, удобрений фосфорных, там просто-напросто была полная гибель растения, и от корешка потом пошла, значит, вот эта вот розетка вторичных листьев, потому что, ну, на самом деле, рапс очень, он такой жизнеспособный, жизнелюбивый. Хотел бы подчеркнуть, что наше хозяйство, мы давно работаем, стараемся применять повышенные нормы удобрений. По предшественникам подсолнечника, кукуруза, 80 центров зимой пшеницы, это неудивительно, но в этом году, я бы сказал, те поля, которые добавились недавно, и буквально год, два, три, там урожайность больше 24-28 центров мы не получали. На старых наших полях, которые находятся давно уже у нас в обработке, урожайность была, значит, по рапсу там 60 и выше, и по горохам за 70. По подсолнечнику урожайность колебалась 49-53. Навещая сорта такие, как Ахмат, очень высокопродуктивный, ну, вот он попал как раз-таки в фазу закладки колоса, значит, начало трубки, он вымерз весь. И сформировал урожайность на уровне 49 центров, уступил, значит, сорту гомер, который буквально на 4 дня попозже идет по периоду вегетации, он, да, тоже зимостойкий, но он более поздний. Вот он ему уступил порядка 5 центров. То есть, как бы, погода сложилась таким образом, что в прошлом году сорта среднепоздние, темирязевка, вот гомер, они сформировали урожайность с большим отрывом. Хотя у нас, как бы, вот на протяжении многих лет максимальную урожайность давали именно среднеспелые сорта. Ну, вот в этом году вот такой опыт. Вообще-то интересно, потому что всегда рапс ассоциировался с азотом. Нет, азота везде была полтона селитры, как бы так. Да, вот это интересное ваше наблюдение. Давайте их проверим. Да не вопрос. Вы мне пришлете карту, где отметите там, где у вас был рапс и разница в урожайности по этому рапсу. А я насажу на обычную карту, на наши картограммы и посмотрим, что там интересное может быть. Ориен Юрьевич, там поле огромное, большое, оно к нам приходило, оно же поделено все по 9 гектаров у собственников. И вот это поле добавилось 4 года назад. Это поле пришло только, допустим, кусочек поля 9 гектаров, оно добавляется к нашему. Люди просто дают в аренду. Земля одна. Еще одна очень интересная вещь. Там огромные роли играют микроэйлиф. Вот неожиданно. Вроде бы ровно, как стоит. На самом же деле там есть западинки, есть подтяжинки. И вот эти подтяжинки, они вот решающую роль играют именно на определении и урожайности, и распределении влаги. На это нужно еще обратиться. Ну, тут как бы то, что видел, то и спел. Было бы интересно это все подтвердить какими-то показателями. Давайте сделаем. Какие вопросы? Вопросы и тактика, что будет делать. Да, да, да. Что вы будете делать сожидесятой автономностью? Купим книжку «Психология 21 века». Первая, да. Но если серьезно, как? Если серьезно, значит, влаги у нас нет, Евгений. Поэтому мы будем ждать. Если мы, как бы, всегда раньше, наше хозяйство кормило, конец января, начало феврале, и как бы всегда все было, получалось все хорошо. Потому что я прекрасно понимаю, что, наоборот, дать азот, и пускай он вниз туда опустится, на 20-30 сантиметров, потом в период засухи, он, как бы, эта нитратная форма, она поднимется. Это будет плюс, потому что находятся корни во влагобеспеченной зоне, и там находится эта нитратная форма. Никуда она не убегает у нас, не теряется. Поэтому только плюс. Мы старались все время кормить раньше. То есть сейчас у нас сходы, местами два листа, корневой системы нет, растения питаются зерновки, и влагозапаса нет никакого. Поэтому торопиться что-то делать мы не будем. Это, как бы, решение, значит, по ситуации этого года. Будем надеяться на осадки. 12 февраля у вас морозы, дай бог вам, бессонных ночей. Да, а мы будем спать. Как бы так. Вот такой расклад. И вот наши все опасения, что куда-то там азот промоется, чего-то там он куда-то убежит. Я вот понимаю, что вот почва, да, это как стакан с водой, это мы сахар насыпали, диффузия, он весь стакан сладкий, да. Также нитратная форма, она же не убегает, раз, убежала вся, тут ничего нет. Она просто распределяется по горизонту, по воде уходит. Она есть везде, она есть на 3 сантиметрах, есть на 33, нитратная форма. И вопрос, вопрос то, что концентрация теряется, допустим, с 10 сантиметров на 30, размытая, да. Но она доступна, она никуда не одевается, не убегает. Ну а по прошествии времени там аммонийная форма того же самого там азотного удобрения селитра, ну, перейдет в нитрат, там, нет, часть усвоится корешками. Ну это время, как бы, потепление, значит, температура, все эти, значит, микробиоты, они переведут потом в нитратную форму. У вас хорошо еще, вот я имею в виду Азовский район, у вас очень большая мощность конусового горизонта. Ну, полметра, 60. Да, совершенно верно. И вот благодаря этому процесс нитрификации идет на этой мощности, то есть до этой глубины, не только на поверхности, но еще в пределах полуметра. За счет этого действительно выполнение азота возможно. Ну, может быть, и так. Еще вопросы Виктора Викторовича. Спасибо, Виктор Викторович. Вот Александр Васильевич, хочется спросить...